28 октября 2018 года. Эта дата навсегда войдет в историю футбольного клуба Черноморец. В последнее воскресенье октября команда Ангела Червенкова потерпела самое крупное домашнее поражение в истории своих выступлений в чемпионатах Украины. Разобранным состоянием одесского клуба воспользовался принципиальный соперник Львовские Карпаты. 5-0. Сам матч перерывался из-за пиротехнического шоу, которое в знак протеста устроили одесские фанаты. Команда первой лиги получила, грубо выражаясь, на халяву возможность играть в премьер-лиге. Вот как она играет, так она играет. Это же надо было умудриться руководству и тренерскому штабу клуба взять 16 футболистов, которые приводят к такому антирекорду. Жгли петарды и на кубковой игре черноморца. Одесситы снова проиграли, на этот раз в Орскле, и вылетели из турнира. Болельщики переживают, поэтому такая реакция у них. Такая же реакция у многих болельщиков в Европе, даже в мире. Если команда проваливается, имея прекрасные традиции, как советского, так и украинского футбола, ведут себя, команда не имеет никакого результата в последнее время, они переживают, и такая реакция ультрасов, наверное, и просто болельщиков негативная. Так выплескивают. Это неправильно, конечно, но ситуация неприятная. Волею календаря Черноморец проводил три домашние игры подряд. Чтобы не испытывать пиротехнических трудностей, в неконтролируемом фан-секторе в клубе приняли решение провести игру с Луганской Зарей при пустых трибунах. Беспрецедентный случай в отечественном футболе. Ведь не было рекомендаций полиции, да и предписаний Федерации футбола Украины и Премьер-лиги не поступало. Это значит, что клуб заведомо сдался и не предполагал, что он будет сопротивляться. И для того, чтобы не было никаких агрессивных актов по отношению к клубу, решил избежать контакта с болельщиками. И тем самым он говорит, мы играть не собираемся, играть не будем. Поэтому зря не приходите и не расстраивайтесь. Вот в моем представлении это выглядит так. Клуб знал, заведомо знал, я убежден, что он знал, что он выходит на проигрышную игру. Любопытно, что начинался чемпионат для Черноморца не так печально. Победа в первом туре, ничьи с Киевским Динамо и Зарей, а затем этот карточный домик рассыпался. Ребята дали понять, что могут. Затем все оборвалось. Дальше мы можем только предполагать. Вариантов их немного. Или прекратилось финансирование, или созданы какие-то условия, при которых невозможно реализовать свое мастерство. Но то, что мы наблюдаем сейчас же, не просто проигрыш в равной борьбе. Знаете, когда вот спорт, он есть спорт. И когда ты сражаешься, и вдруг проигрываешь с разницей в мяч, это понимаемо. Когда ты выходишь на поле и безвольно находишься на нем, проиграешь пять мячей, четыре мяча, три мяча, шесть мяча. Но это уже просто издевательство над футболом, издевательство над городом. После 14 игр в активе Черноморца девять очков. Забито всего девять мячей. Это закономерное предпоследнее место. Хуже дела только у столичного арсенала. Виталий Хемий, Григорьевич, телеканал «Репортер».